Всем привет! И сегодня на канале Алиэкспресс Страна Чудес будет очередной маникюрный обзор. Сегодня поговорим о стемпинге и о небольших лайфхаках. Я, наверное, с них и начну. Сейчас объясню, потом все покажу. Первое, девочки. Для многих очень тяжело бывает очистить пластиночку. Как я чищу пластиночку? Я беру просто, если уж совсем не чистится жидкостью для снятия лака, я беру вот такой вот разбавитель для лака. Он продается, допустим, в Улыбке Радуги. Затем, девочки, берем кисточку и кисточкой вымываем все-все-все-все все маленькие самые-самые прожилочки. Все-все-все-все-все. Затем безворсовой салфеточкой все это убираем, обезжириваем. И у нас совершенно идеально чистая пластинка без всякого какого-то там лака. Все прекрасно и все замечательно. То есть, как бы, да, по этой пластинке не скажешь, что с ней много-много потыкались. Она сейчас совершенно чистенькая у меня. Еще, девочки, один интересный лайфхак, связанный со стемпингом. Когда отпечатываются рисуночки, я тут немножко уже сегодня порезвилась, все показывать не стала. Вот оставила пару, там, тройку пальчиков, чтобы вам показать, как я это буду делать. Естественно, когда штампиком наносим рисунок, по краям остаются вот эти вот лишний рисунок. Обычно-то приходится подтирать жидкостью для снятия лака, но я придумала одну очень интересную вещь. У меня есть вот такие вот липучки. Вообще, штука универсальная, в доме очень нужная. Я потом еще расскажу, что с ними еще можно делать. Покупала я их для того, чтобы клеить шарики на стену, обычные воздушные шарики. Но что мы делаем? Мы берем вот такую вот деревянную палочку, приделываем, вот так вот обматываем ее вот этой вот липучкой. Вот так вот намоталась эта липкая такая штукенция. И когда я буду делать стемпинг, потом вот эти по краешкам, все вот это уберется легко. Сейчас покажу это на примере. Сегодня еще испытаю некоторые вещи, покажу, что делаю я. Что делаю я? Я делюсь своим опытом. Поэтому прошу не судить меня строго. Я не профессиональная маникюрша, не мастер по дизайну ногтей. Я об этом уже бесконечно говорила во всех своих видео. Мне еще понадобится вот такой вот силиконовый, не знаю, некоторые называют силиконовая копытца. Хорошо, пусть будет силиконовая копытца. Не знаю, как штука называется, но когда вот рисуночек, чтобы разровнять немножко, пользуюсь именно вот этой штукенцией. Сегодня еще испытаю пластиковую пластину. Я думаю, что многие их уже видели, но многие боятся. Мне вот эта пластина понравилась. Единственное, девочки, что я могу сказать, пластина действительно хорошая, но быстро выйдет из строя. Это не металлическая пластина. Я думаю, что очень-очень быстро выйдет из строя эта пластина. Но в целом пластиночка хорошая. Итак, поехали. Сегодня буду использовать пластину Born Pretty. Вот эту вот. Приехала она мне вот в таком вот конвертике. Это первая, так скажем, из фирменных пластин. Вот это была просто пластинка. Просто так приехала, без какой-либо упаковки. На этой пластинке есть некоторые недочеты, есть косяки. Там один рисунок, вот этот вот самый тонкий, он плохо отпечатывается, несмотря на то, какой лак я использую, какую специальную краску для стемпинга. Все равно есть погрехи. Поэтому буду сегодня использовать вот эту пластиночку. В принципе, без разницы. Сегодня я просто тестирую, показываю вам. Похожу теперь вот с таким маникюром. Для тех, кому интересно. Основной лак у меня Golden Rose. Вот такой вот, 60 секунд. 57 тонн. Вот такой вот лак у меня основной. Он такой темно-темно-вишневого цвета. Такой с блестком. Вот здесь хорошо сейчас видно. Очень-очень мне нравится. Прямо перламутровый такой спелый черешний цвет. Очень-очень мне он нравится. Прямо балдею почему-то от этого лака. Итак, ну сама я не люблю темный лак, когда на ногтях. Ну вот со стемпингом смотрится уже гораздо веселее. Итак, что я буду делать? Что я буду делать? Так, чтобы чистить штампик, девочки, еще один лайфхак. Кто-то чистит там жидкостью для снятия лака, да. Кто-то об скотч. Я вот нашла себе еще тоже вот интересный такой лайфхакчик. Я взяла вот этот вот ролик для одежды. И об него вот так вот вычищаю лишние. Где-то что-то осталось. Чтобы мне очень понравился именно вот этот способ. То есть, когда на штампике остается что-то лишнее, я отрубанц и все. Все снялось. Не надо ни с какими жидкостями возиться. Итак, поехали. Так, сейчас примерно поприкину, какой рисунок буду я переносить. Намазываем. Я вот сейчас приноровилась. У меня была такая карточка. Что-то она мне разонравилась. Приноровилась. Вот от какого-то из штампиков была вот такая штучка пластиковая. Я сейчас к ней привыкла. Она меня устраивает. Вот, естественно, сразу эти салфеточки безворсовые у меня здесь на готове есть. Дело такое. Вообще, это тоже такая, знаете, чайная церемония. Вы знаете, я не очень люблю всякие чайные церемонии. Но вот со стемпингом мне нравится возиться. Мне нравится вот это все. Обожаю. Вот это мне прям вот все начало получаться и понеслось, как говорится. Итак, поехали. Сейчас сразу буду использовать опять же вот этот лак. Я вам его уже буквально недавно показывала. Опять же, предупреждаю о том, что я сижу в обнимку со штативом. Поэтому мне не очень-то весело и удобно. Я, конечно, постараюсь вам все показать хорошо. Но что-то у меня может не получиться. Опять же говорю, не судите строго. Я еще на камеру ни разу не снимала там все эти краски, покраски. Я привыкла это делать все спокойно, без лишних заморочек. Так, чтобы было видно. Вот отпечаталось у меня. Все у меня получается. Все у меня прекрасно. Все замечательно. Далее сейчас пластиночку уберу, чтобы не мешалось. Выбираем, какой узорчик нам на пальчик прикрепить. С какой стороны. Ну, в принципе, я шмякну как попало. Прямо вот шмякну. Как будет. Я хочу вам показать, как потом снимать вот этот лишний рисунок. Ну, вот прям не знаю. Как бы вот так, чтобы вам видно-то было. Ну, все. Шмякаю как будет. Так, отшмякнула. Вот отшмякнула. Вы видите, тут рисунок вот так получился. Ну, как получился. Так. Надо было немножко шмякать чуть-чуть повыше. Ну, не важно. Я вам главное сейчас покажу. Дальше мои лайфхаки. Итак, берем вот эту палочку. Нет, сначала мы берем вот это копытце. И разравниваем вот эти вот лишние полосочки, какие тут остались, чтобы они отделились. Вот так вот прижимаем к пальчику. Так, я надеюсь, что все видно. А вот дальше, чтобы нам ничего не подтирать, берем вот так вот. Оба-на! И все у нас... Я надеюсь, все видно поближе. Просто забываю я про камеру. То есть понятно, как это делается, да? Так, так видно. Просто убираем. Оба-на! Оба-на! Все. Все лишнее мы убрали с пальчика. Без всяких ацетонов, без всяких лишних манипуляций со всякой химией на наших пальчиках. Вот так вот все просто получается. Сейчас еще один пальчик, я думаю, вам покажу, чтобы было понятно. Потом эта липучка легко достаточно снимается с этой палочки. Приклеиваем свеженькую, когда надо. Считаю, вообще классная, офигенная штука. Так что, девочки, покупайте. Моток вот таких вот липучек, там 100 штук, стоит что-то в районе 30 рублей. Сейчас не знаю насчет платной доставки. Попробую поискать с бесплатной доставкой. Но вещь вообще в доме классная. Я потом уже вам говорила, я потом вам еще расскажу, сколько еще всего полезного можно делать с этими липучками. Поэтому берите даже целых две. Вещь в доме пригодится, в хозяйстве очень штука нужная. Итак, давайте еще один пальчик мы сделаем. Так, уже мне тут прилепились всякие. То есть вот, сняла лишний рисунок, то, что осталось. Так, у меня сегодня все вот так вот через попу. Я уже говорила, что у меня в доме ремонт идет. Поэтому мне очень весело. Так, я уже там с мужем ничем. Жидкость для снятия лака снимаю. Вот эта обычная жидкость вообще куплена в фикс прайсе. Там кто-то говорит, что нужна специальная жидкость какая-то. Я вот сейчас говорю, сейчас такой свинарник вам разведу. Вы себе даже не представляете, какой свинарник я вам тут разведу. Все вам покажу, расскажу. Вот, все, убираем. Обычная жидкость для снятия лака, купленная в фикс прайсе. Целая здоровенная бутылка за 55 рублей. Все. Так, это убрали. Еще сухой салфеточкой протираю, чтобы пластиночка была сухая. И будем наносить еще один рисуночек. Сейчас какой-нибудь придумаем. Не знаю, какой выбрать. Наверное, будем вот такой брать. Так, это вот на большой пальчик. Так, будем делать еще. Сразу опять же прошу прощения, если я что-то делаю не так. Девочки, извините, я не профессионал. Че умею, тем и хвастаюсь. Поэтому не судите строго. Все мне там пилят, долбят на кухне. Весело мне. Ну, радует только то, что скоро будет все отремонтировано, сделано. Так, рисуночек. Все отпечаталось. Здесь отличная вообще краска, отличный лак. Ну что, будем наносить на этот пальчик. Ну вот я как-то вот, знаете, вот кто-то вот так. А я вот приноровилась вот именно вот таким вот образом. Вот так вот ставлю палец обычно. И вот так вот тра-ля-ля. Тра-ля-ля отпечаталось. Я думаю, что видно. Прикольный рисунок получился. Опять берем мою волшебную палочку-выручалочку. Лишнее убираем. Так, это еще мы забыли отделить. Там, чтобы что-то отвалилось. То, что было лишнее. Ну, тут вообще лишнего очень мало. Очень хорошо, я считаю, получилось. И излишки вот этого золотого лака убираем вот таким вот образом. Все. Я считаю, что получилось очень даже прекрасно. Ну, а на этом сегодня все. Все ссылочки, что можно купить на Алиэкспресс, я оставлю внизу. Что где по нашим магазинам, девочки, ищите сами. На этом сегодня все. Всем удачных покупок и пока-пока!